Давно не было роликов с такими хайповыми названиями. Соскучились? В смысле нет. А как же хайп вот этот все дела? Ах, сегодня будет забавное видео. Не хочу долго разглагонствовать. Вот два победителя. Они получают по 100 рублей. Если ты тоже хочешь, то прямо сейчас ставишь лайк и пишешь любой комментарий. После чего ждешь следующего ролика, где будут победители. Ах да. Если ты хочешь создать свой сервер в САМП, КРМП или МТА, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты можешь создать свой сервер за низкую цену. А так же можешь выбрать любой ролплей мод, ты их видишь на экране. И поставить его в один клик, создав полноценный проект. Все ссылки в описании. Заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. У меня был выбор. Сделать либо день вообще без ролика, либо сделать данное видео. И я решил, что лучше уж будет рассказать про случившуюся ситуацию и выразить свои мысли. К тому же и рубрика у меня подходящая есть. Это аналитика САМПа. С вами Бурбон. И погнали. Название, кстати, не кликбейтное. И чтобы не ходить вокруг докла, вот вам интересный скриншот. Это не фейк. Онлайн САМПа составляет на нем 400, 50, 5 тысяч человек. Чтобы вам было с чем сравнить, онлайн CSGO составляет всего-то, казалось бы, 387 тысяч. И если бы САМП был в стиме, то с таким количеством людей он был бы на третьем месте. После доты и папка. Вдумайтесь. Папк, дота и САМП. Но пора признаваться. Я немного изменил слова днеопущего эффекта. Онлайн их прям был такой. Только я сказал 455 тысяч человек. Но человек в этот момент сыграло меньше 40 тысяч. И данная история будет про то, как 16-летний Арсен решил запустить свой стартап. Но чтобы выделиться на фоне других, он решил открыть около сотни серверов. Бог подумаешь. Открытие прошло, кстати, успешно, если вам интересно. И все сервера были забиты. Но только вот в чем главная суть. Забиты они были ботами. Восстановим хронологию событий. Вечером 13 августа как-то подозрительно сильно подлетел онлайн САМПа. И не на пару тысяч, а десятков тысяч. Новости, кстати, я брал из новостных журналов Rockstar Bombit, LifeSamp и Samp World. Ссылки на них будут в описании. Через час во вкладке интернет появилось множество серверов от проекта Russia.RP. И название их городов. Ставь лайк, если среди сотки серверов было название твоего города. Да, как тут еще на лайки-то байтить. Ладно. Онлайн рос, постепенно дойдя до своего пика. 450 тысяч заполненных слотов. И, конечно же, каждый день такого не бывает. Людям стало интересно, что это и, главное, зачем. Ответ на этот вопрос появился, но о нем позже. Форум САМПа не прошел это стороной. И там появилось несколько сообщений. Прочту одно из них. Итак, Калкор вернется на МБ. Затем брат сделал сюрприз. Вы знаете кто? Россия.РП запускает 200 серверов сети. С почти 100 тысяч игроков. Но серьезно, какого черта? В то время, как остальное, Калкор и что нет? Мы сидим здесь и офигеваю. Из онлайна вчера в 20.00 августа. Онлайн было заметно 90 тысяч САМПа. А сегодня 214. Встряхнет 200 тысяч игроков. Неужели русские хорошо сгибаются? Проект Раша.РП конечно же открывает 200 серверов. Калкор, вы можете возвратить в развитие... Оригев сначала я прочитал как Кворги, извиняйте. Из онлайн, а не САМП. Что там говорилось про роботы и симфонию? Ты чё сказал, глупый бурбун? Да пошел ты нахер. Но суть этого сообщения, хоть и криво, но думаю, понятно. Вообще, если отбросить весь негатив и просто представить, что о России думает западная комьюнити? Сидят такие и не вдупляют. Какого черта? Раша.РП бьет все рекорды. Какие 450 тысяч онлайна? Им что надоело кататься на медведях? Они всеми начали в САМП играть. Ах, если представить стереотипного такого американца, который сидит за компом в очках. Золотыми цепями на груди. Снэпбэк повернут на 45 градусов. Он жьет жвачку, чавкает и говорит. Дурацкие русские, что у вас там вообще происходит? Акцент, по-моему, не был похож ни капли на американские, но думаю, суть вы уловили. Но откинем все это, дальше будет серьезно. Пост и читатель Лайпсамп написал текст о том, что собирается ли Калкор работать над САМПом или нет. И он был забанен с причиной No. По-моему, все очевидно и понятно. Но насчет претензий русских к Калкору поговорим дальше. Вернемся к нашему Арсенчику. Он сам связался с Лайпсамп и доказал, что именно он все это делает, на время отмучив ботов и переменовав сервера в название паблика. И он рассказал журналу о своих причинах. На вас третий ушки. Сейчас будет нечто неописуемое. Причины всего три. Первая и самая важная. Чтобы он продолжил работу над обновлениями и фиксами. Я еще скажу об этом дальше. Но разве это работает так, что если ты чего-то хочешь от человека, то нужно создавать ему мороку и проблемы? Ладно, я вернусь к Калкору. Попомните словечко. Вторая причина. Втолковать некоторым людям, что ботов еще можно запустить разными способами. Они есть везде. Даже в хостед за ними сейчас следят не очень охотно. Что-что-что? Втолковать? Серьезно? Возможно, я, как говорил один поэт, держу руки на сердце этой культуры. Про сам сейчас. И не знаю про бугурт игроков. Что многие возмущаются о ботах и тому подобное. Но лично я ничего в последнее время не видел, где кто-нибудь писал «Алло, боты еще есть, как вы не понимаете?» А ему в ответ «Да успокойся, глупышка, Калкор все исправил. Очнись, 2К18 на дворе». Хотя уже, наверное, никто не говорит 2К, но не важно. Да даже на практике мои слова можно подтвердить. Пару месяцев назад Нора сделал ролик, где обвинил Даймонд в том, что они накручивают онлайн ботами. Сейчас даже не важно, прав он или нет. Сама тема, она про ботов. Я зашел в комментарии. Игроки либо соглашались с ним, либо говорили, что они не накручивают. Но я не увидел возмущения, где ему доказывали, что боты просто не работают. Я оставлю ролик в описании. Можете сами прочесть в комментариях. Но там жестко. Там очень жестко. Жесткость на уровне последнего ролика Мау Дамиана. Ладно, вернемся к теме. И кому же интересно, наш Арсен решил доказать, что ботов можно накрутить? Если все на это и так уже забили, и толком я не видел никаких обсуждений тем, где люди писали про ботов. Так что выходит? Две его первые причины не несут никакой ценности? Давайте перейдем к третьей. Она заключается в следующем. Хотелось увидеть, как на такой прирост онлайна отреагирует аудитория самп. Забавно, да? Но тут не поспоришь, чел увидел реакцию. Хотя и так было предсказуемо, что просто люди будут удивлены первое время. А потом всем станет все равно, так оно всегда и бывает. И по итогу, какой можно сделать вывод из данной вылазки Раша РП на просторы сампа? Чел просто хотел удивить людей. И у него это получилось. Но делать из себя мессию, говоря, что твои цели намного выше. И он просто хотел отвык от Колкора. То какого черта? Как говорил второй поэт из той же шайки. Подростковая ЧСВ? Или я ошибаюсь? И, пожалуй, последний фрагмент из этого интервью. По-твоему, Колкор положительно отреагирует на такую акцию? Возможно. Но это маловероятно. Ох уж эти философские размышления, где ты не можешь прийти к одному заключению и метаешься из стороны в сторону. Ладно. Сейчас все же закончилось. Боты были убраны. Онлайн сам повернулся на круги своя. Имея аудиторию под 35 тысяч человек. И все, считайте, обошлось. Ну а сейчас о самом главном. Данную мысль я уже доносил. Но пришла новая аудитория на канал. И тема-то действительно важная. Я хочу, чтобы, как минимум, другие люди услышали то, что я хочу донести. Сейчас я буду обращаться только к тем людям, которые возмущаются, что Колкор обленился, Колкор ничего не стал делать. И, впрочем, к ключе. Отстаньте вы от Колкора. Какого черта? Некоторые люди считают, что этот человек, как его команда, чем-то обязаны вам. Как заверял сам Арсен, его целью было продолжение работы Колкора. Но если человек просто не хочет или по каким-то обстоятельствам не делает эту работу, то будет ли продолжать работу он после того, как ему еще больших проблем создадут? Ты можешь сказать, что «Ведь он получает деньги сам по». Да, получает. А знаешь, что я могу сказать тебе в ответ? Если бы не Колкор и другие разработчики, то я, как и ты, не наиграл бы на Даймонде Аризоне Адванс или в любом другом проекте те часы, которые уже были отыграны. Конечно, и разработчики проектов повлияли на это. Но не будь монтиплеера и не было бы разработчиков. И сейчас за эти труды он получает доход. Разве это несправедливо? Но какого черта нужно винить человека, что он перестал что-то делать? Может его это просто задолбало? Итак, если бы не он, то в самбо мы не играли вообще. Он это скорее фигура речи. Я понимаю, что Колкор не один все это делал. И сейчас каждый игрок при желании может не потратить ни рубля на то, чтобы поиграть в самбо. И какое кто-то право имеет возмущаться, что Колкор не делает обновления? Если он это не делает, значит на то есть причины. И если серьезно ценю запуска кучи серверов было возвращение Колкора в работу самбо, то это крайне глупый и противоречивый по содержанию поступок. У меня на его месте желания бы еще меньше было что-то делать. Но хорошо, что я не на его месте. Поэтому вероятность того, что когда-нибудь что-нибудь возможное произойдет. Хоть она и мала. И я не про то, что я не хотел бы видеть развитие сам по новой версии и прочее. Я был бы только рад, если Колкор стал заниматься этим. Да я и материальный вклад, как и другие ютуберы и разработчики проектов мог бы сделать, хоть и относительно небольшой. Если будет инфа, что именно Колкор собирает 50 тысяч баксов, например, и делает оптимизированную, новую, полноценную версию. Но если он намеренно знает, что люди хотят разработки мантиплеера, а он-то знает, но не делает этого, то значит на это есть причины. И это полностью его право, хоть оно и не очень хорошее. А если Арсен это делал только для того, чтобы привести людей в удивление, то да, его цель достигнута. И на этом, друзья, все. Надеюсь, что вы поняли мои мысли. Большое спасибо всем за просмотр. Заходите на Diamond Timber, пока все еще не закрылось IP в описании, вводите мой промокод BURBON, делайте скрин его ввода, скрин статистики на первом-четвертом уровне, и я перейду вам 50 тысяч. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok